Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я решила записать вам краткое содержание видео с более детальной информацией по поводу легальной работы, а также пребывания здесь, на территории Польши. Если вы только собираетесь на территорию Польши ехать, либо же вы уже здесь находитесь, но не знаете, с чего нужно начать, либо же не знаете, и уже в голове происходит у вас каша, что же делать, как же здесь остаться, то я думаю, это видео вам будет в помощь. Если же какой-то пункт, который я сегодня расскажу, будет вам интересовать более детально, то вы сможете найти у меня на канале видео, где я рассказываю о каждом-каждом пункте более-более детально, с углублением, с разными документациями и так далее. Поэтому не ленитесь, ищите информацию на просторах интернета, и вы сможете найти на свои вопросы любые ответы. Первое и самое главное, если вы пребываете на территории Польши в связи с заработками, то есть приехав сюда работать, вы должны иметь разрешение на работу. И неважно, приехали ли вы по биометрическому паспорту, либо же по визе, каждый иностранец должен иметь на руках либо же ошибечение, которое выдается на 180 дней в год, либо же зазволение типа А. И если у вас умово-злицение, то зазволение типа А вы можете получить только на один год. Если же у вас будет умово-опрация, то зазволение вы можете получить от 1 года до 3 лет. С каждым годом имеете право продлевать себе визу на год. Виза на 3 года сразу не открывается. Визу можно открывать только на один год, то есть 365 дней из 365. Следующее. Когда у вас есть на руках уже разрешение на работу, любое либо же ошибечение, либо зазволение, вы должны подписать с работодателем договор. И договор может быть как умово-опрация, как умово-злицение, так и умово-дело. Каждый вид договора, с каждым, точнее, с каждым видом договора вы имеете право подать на карту временного побыта. И не важно, что у вас есть умово-опрация, либо умово-злицение. Конечно, самый худший вариант – это умово-отдело. Поэтому старайтесь найти работу, которая есть умово-опрация, либо же умово-злицение. Если вы работаете легально, то каждый работодатель должен вас застраховать. То есть у вас должна быть страховка. В любой момент вы можете обратиться в поликлинику, сказав НИП вашей фирмы, либо же свой ПЭСЭЛЬ, и без проблем сможете пройти к врачу бесплатно. То же самое касается и беременности. Если вы работаете легально и застрахованы, вы имеете право родить здесь, на территории Польши, бесплатно. Если же ваш муж работает легально, то он может вас прикрепить к своей страховке, и тогда у вас будет тоже страховка от его работы, и вы также сможете родить бесплатно. Точно так же страховка распространяется на всех детей, поэтому без проблем, если кто-то один из членов семьи работает, то каждому можно сделать страховку. Если же вы приехали по биометрии, то вы имеете право работать 90 дней из 180. Если же вы хотите продлить дальше ваше пребывание здесь, на территории Польши, то у вас есть два варианта. Либо же вы уезжаете в свою страну и делаете на остаток из 180 дней визу, но помните, что визу рабочую вам откроют только в минимум 90 дней, максимум на 180 дней, если это по ошведшению. Либо же, если вы не хотите выезжать, то с первого дня легальной вашей работы вы должны подать на карту побыта документы. После того, как вы получите печать в паспорт, вы сможете продлить свое ошведшение еще на остаток ваших дней из 180, и сможете легально работать. После того, как ваше ошведшение заканчивается, то вы должны иметь зазволение на руках и имеете право, не выезжая за пределы территории Польши, работать дальше у работодателя легально. Карта временного побыта прикрепляется к одному из работодателей. И если вы хотите поменять своего работодателя, то вам нужно будет предоставить заново все документы и подать на новую карту. То есть это влечет за собой снова оплату 440 злотых и получение новых разрешений на работу. Если же вы хотите изменить работодателя в период рассмотрения ваших документов, не имея еще на руках децизии, так называемое решение по вашей карте, то в течение 15 дней от момента увольнения вы должны сообщить в ужин о том, что вы меняете работодателя, то есть в произвольной форме вам нужно будет написать заявление. И в течение месяца от момента увольнения вы должны предоставить все новые документы от нового работодателя. Иностранцы, которые имеют карту поляка, карту столового по быту, карту резидента ЕС, карту по толерантности, либо же карту по воссоединению семьи с доступом к рынка труда, либо же студенты с учебной визой, которые обучаются на стационаре, все эти люди имеют право работать на территории Польши без какого-либо разрешения на работу. Как я вам и сказала, что иностранец с первого дня легальной своей работы имеет право подать на карту временного побыта. Если же вы приезжаете сюда с семьей, то вы имеете право все вместе сразу же подавать на карту временного побыта. И неважно, приехали вы по биметрии, либо приехали вы по визе. Если один из вас работает и имеет доход, чтобы обеспечить всю вашу семью, то есть 528 злотых, на одного человека должен быть у вас доход, не включая сюда сумму оплаты за жилье. И если такая сумма нет у вас получается, то вы имеете право подавать все вместе на карту временного побыта. После 5 лет легального пребывания, а также в течение последних трех лет легальной работы на территории Польши, вы имеете право подать на карту резидента ЕС и получить так называемый вид на жительство, о котором мечтают многие. Но помните, чтобы на карту резидента подать документы, вы должны сдать и получить сертификат Б1, а также у вас должны быть верские причины для того, чтобы остаться здесь и подавать на такую карту. Сталый побыт могут получить только те, у кого есть польские корни, кто в браке с гражданином Польши, либо же с гражданином ЕС, либо же те люди, которые были в течение трех лет волонтерами польской общины в своей стране и поработали, точнее помогали на благо развития польской общины, польской культуры, польской традиции, то есть участвовали в польской жизни, они имеют право получить карту поляка, после этого вы имеете податься документы на сталый побыт. Я вам всегда советую сайт migrant.gov.pl, этот сайт, где вы можете найти любую информацию для помощи мигрантов, которые проживают здесь, на территории Польши, либо же которые собираются только-только ехать на территорию Польши. На сайте собрана информация по поводу Польши, со всеми разными статьями, информациями, законами, то есть этот сайт очень огромный и большой, а также там есть часто задаваемые вопросы от иностранцев с популярными ответами на эти вопросы, поэтому я думаю, этот сайт вам будет очень интересен, если вы только собираетесь переезжать в Польшу. Все бланки, которые вы хотите подавать в ужин, вы можете скачать на сайте судожемцы.gov.pl, здесь собраны любые бланки, которые вам нужны, здесь также можно заполнить их электронно и уже в готовом виде распечатать. С недавнего времени появилась горячая линия инспекции труда Польши на украинском языке. Я оставлю вам номер телефона в инфобоксе, вы сможете там перейти и посмотреть. Как я знаю с практики, туда нереально вообще дозвониться, потому что этот номер телефона работает с 16 до 20, то есть в течение 4 часов вы имеете право позвонить и проконсультироваться. Но вы сами понимаете, какой шанс дозвониться туда, очень-очень маленький, но все же такой номер телефона существует, и я его оставлю вам в инфобоксе. Также нужно знать, что Управление по делам иностранцев на территории Польши – это udsc.gov.pl, и здесь вы можете найти также информацию по поводу легальной работы на территории Польши. Если же вы хотите пожаловаться на своего работодателя, если он вас трудоустраивает нелегально, если он вам не выплачивает заработную плату, то на этом сайте вы можете найти любую информацию, а также обратиться в службу. Помните, что самым-самым главным, кто может все-таки и за кем будет последнее решение по поводу легального вашего пребывания на территории Польши – это страж граничная. На страж граничной также есть номера телефона, где, точнее, горячие линии, где вы имеете право позвонить. То есть туда может позвонить как работодатель, так и иностранец, и узнать по поводу своей легализации здесь. Говорю там на польском языке. Знаю, что есть также на русском, но туда никогда не реально дозвониться. Но что касается по поводу польского языка, то это все возможно, потому что я сама не раз прибегала к этому номеру телефона, так как были некоторые ситуации, которые давали мне сомневаться, могу ли я трудоустроить такого иностранца или нет. Поэтому именно только страж граничная сможет дать вам компетентный ответ, а также даже с пунктом и номером статьи, где вы можете прочитать по поводу ваших прав. То есть если вы сомневаетесь, правильно ли вас трудоустроили, либо же у вас есть какие-то вопросы по поводу легализации на территории Польши, то вы можете туда позвонить и получить конкретные ответы. Хочу вас предупредить и напомнить, что незнание закона не освобождает нас от ответственности, поэтому любой иностранец, который приезжает на территорию Польши, должен быть здесь легально. Если же вы все-таки здесь нелегально, то вы сами в ответе за это. И здесь не нужно потом говорить, что работодатель вас трудоустроил нелегально. Вы сами вышли на работу нелегально. Поэтому помните, чтобы работать здесь легально, у вас должны быть разрешение на работу, договор и страховка. Это то, что самый минимум должен быть. Еще хочу также напомнить, что если вы работаете у работодателя на умове опрации и отработали 90 дней, подали на карту побыта даже с первого момента вашего легального здесь пребывания, поставили печать в паспорт, а работодатель подал в этот момент на зазволение, то есть на воевудское разрешение для вас, то до момента получения карты, либо же воевудского разрешения, вы имеете право работать легально. Но помните, это касается только тех людей, кто работает на умове опрации. Надеюсь, это видео для вас сегодня было информативное. Надеюсь также, что вы немножко разобрались, что должны иметь, когда приезжаете сюда на территорию Польши. Если же хотите найти информацию по какому-то либо из пунктов более детально, то я продублирую вам ссылочки на свои видео в инфобоксе, либо же вы просто можете зайти на мой канал, открыть видео и просмотреть любые темы, которые вас интересуют. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Трудоустраивайтесь и живите на территории Польши легально, не создавайте себе проблемы. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока.